Работает, работает. Добрый день, горячим. Добрый вечер. Время немного прошло. Сейчас я расскажу про некий подход, который нам хотелось, чтобы он использовался при создании и разработке программы «Развитие цифровой экономики». Подход заключается в следующем. Я буду использовать доклад на новости классного доклада, который делали еще, наверное, в марте 2016 года. Тогда был вопрос, мы выступали по секции того, как изменится рынок IT по сектору. Уже тогда мы рассмотрели на этот вопрос с точки зрения того, что мы приняли для себя людей, что в чем-то промышленная революция она состоялась. Значит, цифровая экономика есть, она будет. Правильно, как вы упоминали некоторые цитаты, некоторых коллег, что если ты сейчас в это не запрыгнешь и начнешь это делать, то просто придут другие, которые это уже сделали. Тебе придется к этому либо присоединиться, либо беречь, скажем так, заниматься чем-то другим. Поэтому, по сути, то, что говорилось тогда в старом докладе, оно относится и к текущему вопросу. Вопросу, который подходит по разработке системы экономики. Задавались вопросы некоторые с точки зрения того, что себе представляет государственный сектор в виде государственных информационных систем. Значит, ну вот, какие-то такие цифры, да, значит, это из того, что сейчас есть, то, что сейчас создается, и некое слева видение того, ну, к чему нужно, скажем так, привести эти государственные информационные системы, для того, чтобы они были пригодны для применения их в деятельности по созданию цифровых платформ и введению всего этого дела к цифровой экономике. Я буду говорить про способ построения цифровой экономики через построение ГИСДАП. Вот такой вот термин, значит, были вопросы некоторые про то, с чего начинается платформа, там, где деньги, ну и так далее, и тому подобное. Вот я хотел просто здесь добавить, что вообще, говоря про вот такого рода взаимодействия, первым, с чем сталкивается тот, кто хочет что-то купить, у того, кто может что-то продать в информационном подходе, это информация. Вот нужно просто это всем осознать, что без, то есть первое, что видит человек перед тем, как сделать какие-то следующие действия, купить товар, купить услугу, купить медикамент, еще что-то, неважно. Он сначала сталкивается, неважно, там, на сайте, на портале с информацией, да, и потом, как бы оценивая информацию, он принимает решение о том, что будет он дальше здесь взаимодействовать, что-то покупать, либо не будет. Поэтому, говоря про создание, развитие и так далее, там, да, объединение по системам этих информационных платформ, нужно начинать с того, что, как бы, а с чем впервые, как бы, да, при создании, там, столкнется потребитель. Ну, потому что любой сектор нашей сауэкономики, он, так или иначе, сводится к простому действию купли-продажи, товар, работа, услуги, в любом секторе абсолютно экономики. Медицина, торговля, промышленность и так далее, почти все сводится, извините, к купли-продажи. И в этом смысле, как бы, первое, чем сталкиваться информацией. Дальше идем. Как уже было сказано в вопросе, то, что у нас, действительно, вся наша экономика, страна, очень сильно зарегулирована. И в этом смысле, то, что ландшафт информационных систем, которые есть в государственных информационных системах, это, по нашему мнению, очень хороший ландшафт для того, чтобы на этих рельсах начать строить, немножко изменив правила игры, начать на основе этого ландшафта строить информационные платформы, дальше уровень гиздаты и дальше уровень, собственно, который объединится в цехтовую экономику. Тот подход, который я тогда рассказывал, он очень простой. Тогда я говорил в простых терминах, и сейчас я повторю. То есть я говорил, что есть много систем разрозненных, их нужно, по сути, начать объединять. Для чего? Для того, чтобы повышать ценность данных, данные, скажем так, более качественные, а дальше эти данные нужно просто раскрыть, раскрыть бизнесу. И если данные, которые есть в государственных системах, не составляют гостайны, они должны работать на экономику. Вот тезис, который я использовал. И в этом смысле, то есть если мы эти данные раскрываем на основе этих данных, сообщества, стартапы, эти компании, интеграторы, неважно кто, если у них есть понимание в этой сфере чего-то, они могут построить аналитические сервисы, дашборды, ERP-системы, все-все-все, что нужно для того, чтобы сократить транзакционные издержки и превратить вот эти данные, чтобы они начинали создавать какую-то полноценную стоимость, продукт, и быть полезнее в этом сервисе. Значит, тот подход, который я проводил, он позволяет, да? То есть с одной стороны мы с вами повышаем применимость тех данных, которые собираются со стороны госорганов, их собирается очень много. Значит, с другой стороны, раскрывая эти данные, причем способ раскрытия, мы чуть дальше о нем проговорим, то есть возьмем это ввиду безвозмездно, да? Раскрываете данные на недискриминационной основе, создавая платные сервисы, если, например, эти данные раскрываются на какую-то определенную денежку, фиксируемую, то тем самым, получается, мы имеем в виду возможность, те деньги, которые сейчас государство тратит на развитие государственных информационных систем, заменить бюджетные деньги в небюджетные деньги. Даже тогда мы нарисовали вот такую некую карту о том, ну, собственно, что нужно сделать на стороне государства и как поменяются бюджетные доходы, в небюджетные, вернее, бюджетные расходы, небюджетные доходы поменяются на каждой этих сторонах. И вот IT госсектора. Значит, тогда же мы говорили про цели... А можно вернуть еще раз? Да, пожалуй, сиранец. Конечно, не хочет. Спасибо. Вот, тогда же мы говорили про цели, того, для чего-то необходимое. И когда, когда делал доклад про развитие того, как поменяется сектор IT в государстве, ну, естественно, была вот такая призма этих целей. Сейчас, когда мы с вами говорим о том, как можно построить, с каким способом цифровую экономику, ну, конечно, на первом месте здесь нужно вывести с родства ВВП страну и повышение благосостояния страны. Ну, то есть, были вопросы там, а зачем это нужно? Людей или страны? Людей. Я говорю вот конкретно, то есть, про себя, да? Вот конкретно, да? То есть, я вот хочу сделать что-то полезное в стране, чтобы мне и всем людям, которые живут, стало лучше. Ну, вот, все. Вот. Я добавил некоторые данные, данные, слайды. Это новое, потому что не было в том докладе. Значит, про конкретику, гиздата. Ну, вот, на самом деле, наверное, из того, что я сказал, уже стало более непонятно, что это за способ. То есть, смотрите, у нас сейчас есть вот эти 350 с лишним государственных функционных систем. Их стало еще больше. Идея следующая. У каждой функционной системы, в классическом текущем смысле, есть оператор функционной системы, который ежегодно ходит в Минсвязь, в Минфин, в казачейство, и говорит о том, что у меня самая уникальная система, она самая сложная, вообще аналогичность существует, и мне нужно вот только миллиард, не меньше. Вот тогда я смогу поменять там картриджи, серверы, значит, настольки какие-то функции, и все, мне будет очень хорошо. И так ходят вот эти вот 360 операторов, значит, и выбивают вот финансированные свои инфляционные системы. Значит, говоря как бы про то, что нужно поменять. Значит, когда делает доклад, делают параллельный доклад на несчетную палату. И они, собственно, смыслились. На самом деле, когда есть даже в грамоте написано технические задания, системы функциональной продающего, очень часто получается так, что написано много, когда принимается эта система, там, по сути, решается это все простыми какими-то аналитическими отчетами по бетонной брюшной, загруженной в ПДФ формате, который вызывается по кнопке. Ну, то есть, смысла очень мало в государственных функционных системах. Данных, да, собирает много, а смысла, чтобы принять правильное, корректное экономическое решение, очень мало. По этому, предлагается так, что есть данные, которые собираются в системе. Значит, дальше, есть регулятор езда, отдельный вопрос по нему кто это. Отдельно. Значит, его задача понять, что какие данные конкретно по каждому сектору экономики содержатся в той системе, в этой системе, если их объединить, что от этого будет? Станут за них ценнее, для бизнеса, для рынков в этом секторе экономики. И если это так, значит, его задача, грубо говоря, начать формировать единую инцидию, потому что не существует у нас в государстве, да, среди всех этих систем инцидии никакой совершенно нет. Так будут свои правильные абсолютно. Значит, они, понимая, какие данные могут быть полезны, делают корректировки существующей НПА, эти данные раскрываются и раскрываются они абсолютно на минимизационных основах. Дальше IT-бизнес подхватывает эти данные и начинает что-то делать. Marketplace, dashboard, в общем, платформы информационные и так далее. И возвращать уже обратную связь конкретные данные. Принципы открытых данных, правильно? Нет, открытые данные в этом смысле не подходят. Если мы сейчас, ну, честно, другому скажем, давайте попробуем пронаризировать какие-нибудь данные, которые размещены открытых данных, будет полное, все будет очень неправильно. Ну, это невозможно, то есть, условно, попробуйте взять в автоматическом режиме любые открытые данные любого вековства и проанализировать. Это невозможно, потому что каждый размещает с припиской, с сканом, с PDF, с Excel, еще что-то, и так далее, и тому подобное. Я имею в виду стандарт открытых данных. Ну, это подобно, только это не, это не проектно. Это совершенно не проектно. Это не проектно. Но они как раз предназначены для того, чтобы в автоматическом режиме можно было использовать и для того, чтобы и не регулировать как раз эти продукты. о чем, посмотрите, то есть, условно говоря про себя, про ту систему, которую там развиваем. Безусловная система, все это регулирует. Собираем почти миллиард показателей в год. В формате открытых данных размещается, ну, там, не знаю, в опросе полпроцента. И это данные, которые, скажем так, к рынку, вам, как потребителю, который платит за тепло, за все остальное, вообще, они бесполезны. Ну, то есть, вопрос всего лишь не в том, что они открыты и закрыты, а что открывается. Нет, вот нужно дослушать, смотри, проиграем про то, что такое регулятор ГИСДАТО, и я сказал, что мы про него тынешь поговорим, объясняю это, если вы принялись. Задача регулятора ГИСДАТО как раз понять, какие данные, находящиеся в государственных инфункционных системах, того или иного ведомства, они имеют какую-то ценность для того, чтобы быть полезными этому сектору экономики. Почему просто не открыть все? И что дальше? Вам приводили пример про неструктурированный, неорганизованный рынок. Полезно ли? Вот, вот я тоже, зачем? Ну, получится свалку. Вот открытые данные, ну, можно, в принципе... Александр, а вот регулятор ГИСДАТО, верификацию и валидацию данных, которые получены, этими ГИСДАТОми проводят, потому что я знаю момент, когда вводятся ручками. Очень важный момент, очень важный момент. И вот смотрите, создать такой инструмент валидации, перепроверки и так далее глобально на всей стране у нас это гигантские деньги и практически непомерная задача. Совершенно. А если мы с вами эти данные все раскроем над этим бизнесу, вот мы с вами как граждане, когда мы начнем получать сервисы те или иные, мы 100% увидим все ляпы, все косяки, все неточности, все запятые, которые были там стоят. И мы чрезобразную связь, это уже ценность какой-нибудь платформы. Мы начнем возвращать как раз на ГИСДАТО, и говорим, у вас система хорошая, в кавычках, и так далее. Значит, ну то есть, идея какая? Еще раз, то есть я подходил для анализирования.